В очередной раз в городском парке состоялась акция «Тихий дон. Здоровье в каждый дом». Задолго до её начала стали собираться жители, желающие получить консультацию врачей и пройти первичный осмотр. Причём всё это абсолютно бесплатно. В этот раз акция посвящена Всемирному дню сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – это группа болезней сердца, сосудов. И основная причина вообще смерти во всём мире – это, конечно, болезни сердца. Новошахтинская общественная диабетическая организация инвалидов возрождения совместно с Центральной городской больницей и Ростовским благотворительным фондом «Выбор» первую подобную акцию организовали ещё в мае этого года. Учитывая погодные условия и положительные отклики горожан, акция «Тихий дон. Здоровье в каждый дом» проходит каждый месяц. Так как мы диабетическая организация города, мы предлагаем людям проверить свою глюкозу и предупредить свои заболевания, которые ещё не стабилизировались. Любой желающий бесплатно может, пожалуйста, прийти и пройти здесь и консультацию врача, и лаборанта. И вот у нас замечательный фонд «Выбор» предлагает здоровый образ жизни. Они у нас здесь тоже консультируют, рассказывают. Сегодня присутствует у нас отоларинголог, доктор Низюк Сергей Николаевич, терапевт нашей Центральной больницы поликлиники 1 Низюк Наталья Владимировна, лаборант нашей клиническо-диагностической лаборатории и эндокринолог, наш ведущий эндокринолог города Новошахтинска Ведовина Екатерина Александровна. В парке находилась передвижная фло-установка. Ну, чтобы тоже немножко разгрузить очереди в наших кабинетах рентгена. И чтобы тоже люди, как по посёлкам, меньше ездили куда-то, чтобы всё это организовать на месте. Жителям города измеряли давление, рост, вес, другие показания. Один, два, три. Вот умница, вот это да. Волонтёры благотворительного фонда «Выбор» разъясняли, как вести здоровый образ жизни. Наша миссия, чтобы наше население было здоровым, поддерживало себя в форме, потому что мы считаем, что профилактика предотвращает множество болезней. Чтобы их потом не лечить, лучше их предотвратить. Мы измеряем, во-первых, показания, во-вторых, по основным принципам здорового образа жизни. Питание, физические упражнения, то, что доступно каждому человеку, и то, что человек может в силах изменить сам и в силах регулировать. То есть вот об этом мы и говорим, Юля. А сами вы живёте по такому принципу? Да, да. Врачи Центральной городской поликлиники производили первичный осмотр всех желающих. И если находилась какая-либо патология, направляли к специалистам. Я врач-терапевт. Вопросы, которые мне будут задавать, измерение давления, сердечные дела. Ну, то есть тем, чем занимается терапевт на приёме. Ну, я думаю, что пациенты, которые не могут попасть как-то в ближайшее время на приём, чтобы быстрее проконсультироваться, узнать результаты анализов, которых я направляла, то есть более в ближайшее время для этого как-то эти выезды очень для людей, мне кажется, полезны и нужны. За час работы докторов в парке 43 человека прошли обследование. Наши больные пациенты, чтобы не стоять в очереди, приходят сюда и получают информацию, ну, даже специальные рекомендации, скажем так, направляют их доктора для более узкого, скажем так, исследования. Как говорят жители города, общаться с врачами в такой непринуждённой обстановке всё же лучше, чем идти в поликлинику и стоять в очередях. Человек прошёл, обследовался, уже он будет знать, что к чему, как. Удобно, конечно. Это хорошо, да, это очень хорошо. Если в октябре будет хорошая погода, то в конце месяца планируется провести ещё одну подобную акцию. Ведь любое заболевание лучше предупредить, чем его лечить. Продолжение следует...